Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале «Союз» церковный календарь. Сегодня пятница, 28 июля по новому стилю, или 15 по старому, день постный. И сегодня память мученика Кирика и мученицы Иулиты, мученика Абудима Тенедосского, пострадавших в IV веке, равнопостального великого князя Владимира во святом крещении Василия, угодника Божия X-начала XI века, священномученика Петра Троицкого, диакона, почившего в 1938 году, прославляется Собор Киевских святых. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела! Братья и сестры, сегодня обратим наш мысленный взор к святому XX века. Конечно, в уставе сегодня особо выделен бденной службой святой равнопостольный князь Владимир, а значит, в храмах вчера вечером в его честь должно было даже совершаться всеночное бдение. Но о нем мы говорили в прошлом году, да и сегодня на нашем телеканале были или обязательно будут показаны программы, которые коснутся жизненного пути этого прекрасного святого. А вот о священномученике Петре Троицком мало кто вспомнит и прочтет его житие. Поэтому мы посвятим эту программу ему. Священномученик Петр родился 9 июня 1897 года в городе Истрия, в то время Воскресенске, с Венегородского уезда Московской губернии в семье псаломщика Ивана Троицкого. Окончив обучение в семилетней школе, Петр устроился работать на телеграф. С августа 1918 по 1919 год он служил в Красной армии писарем. С 1919 по 1922 год Петр Троицкий находился в Польше в плену. После освобождения он вернулся в Истру, где работал на телеграфе. В 1925 году Петр Иванович оставил гражданскую службу, стал часто посещать храм и устроился служить псаломщиком. А в 1930 году он был избран старостой. 22 мая 1931 года вместе с иеромонахом Василием Красноковым Петр Троицкий был арестован, заключен в Истринский арестантский дом и 20 июня допрошен. На следствие Петр Иванович отвечал, «Антисоветской агитации и агитации против колхозного строительства я не вел, виновным себя не признаю. Соприкасаясь с духовенством, я их контрреволюционной деятельности никогда не замечал. В 1930 году верующие посылали меня ходить в чайные и разъяснять сущность религии и убеждать за веру в Бога. С этой целью в чайные я ходил». Особо примечательными являются показания бухгалтера Истринского отдела связи, который был допрошен следователем в качестве свидетеля через неделю. Его показания являются безупречным свидетельством о Святом Петре как о верном и добром христианине. Поражает, что такое свидетельство могло быть материалом обвинения. Троицкий является самым реакционно настроенным элементом по отношению к советской власти. Работая шесть лет тому назад на почте, всегда был враждебным к пролетарской революции, считал Бога и религию идеалом любви, связывающей человечество. Ушел со службы на иждивение церкви, став самым ярым ее активистом, вплоть до того, что стал церковным старостой. Вел большую агитационную работу среди верующих крестьян за борьбу с теми, кто идет против религии. Особенно сильно проявлял себя в дни массового посещения церкви, во время постов, в дни говения и на Пасху. Вел беседы, доказывал, что Бог был и есть, и что без религии человечество, как без воздуха, существовать не может. Пользовался всеми средствами и возможностями, чтобы противодействовать антирелигиозной работе на селе. Помню, когда в 1930 году на общегородском собрании встал вопрос о закрытии в городе церкви, Троицкий обегал все окрестные деревни и оповестил о готовящейся беде верующих. Все крестьяне, как по набатному звону, пришли в город и добились снятия вопроса с повестки дня. При встречах и разговорах с ним, когда его уговаривали бросить это гнусное дело, отвечал решительно «Умру во имя Христа и буду всегда агитировать против всех, кто против Бога». Элемент реакционный, вредный, необходима изоляция, заключил лжесвидетель. Поскольку следствием предъявленное обвинение доказано не было, уполномоченный по Истринскому районному отделению ОГПУ 1 сентября 1931 года дело за недоказанностью прекратил. Иеромонах Василий Краснаков и староста Петр Иванович Троицкий из-под стражи были освобождены. В 1933 году Петр Иванович был рукоположен в Адьякона и служил в Вознесенском храме в городе Истре. В 1934 году его перевели в Троицкий храм села Троицкое на Истре. Летом 1937 года начались массовые аресты священнослужителей и верующих. 7 ноября 1937 года был арестован священник Александр Машков, который вместе с дьяконом Петром служил в Троицком храме. Во время допросов он оговорил себя, а также священника Иоанна Орлова, дьякона Петра Троицкого и старосту храма Михаила Строева в том, что они под его руководством организовали контрреволюционную группу для борьбы с советской властью. 18 ноября 1937 года Истринское районное отделение НКВД арестовало дьякона Петра. В тот же день начались допросы. Вы арестованы как участник контрреволюционной группы. Дайте показания по этому вопросу. Участником контрреволюционной группы я не являюсь. Следствие предлагает вам быть правдивым и дать показания о вашем участии в контрреволюционной группе. Утверждаю, что участником контрреволюционной группы я не являюсь. Знаете ли вы ныне арестованного по линии НКВД Машкова? Священника Троицкой Церкви Александра Машкова я знаю хорошо с начала 1937 года. Показаниями обвиняемого Машкова вы уличаетесь как участник контрреволюционной группы. Дайте показания по этому вопросу. Утверждаю, что я участником контрреволюционной группы не являюсь. Вам зачитываются показания обвиняемого Машкова. Подтверждаете ли вы это? Эти показания я отрицаю. Признаете ли себя виновным в предъявленном вам обвинении? В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю. После допросов в Истри отца Петра перевели в Таганскую тюрьму в Москве. 27 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила его к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Диакон Петр Троицкий умер 28 июля 1938 года в Бамлаге и был погребен в безвестной общей могиле. Святые священномученичи Петре, моли Бога о нас. До новых встреч, дорогие телезрители! Субтитры подогнал «Симон»!